В этом выпуске мы продолжим обсуждать гельминтов, а именно разговор сегодня пойдет о кошачьей двуустке. Здравствуйте, мои хорошие! Кошачья двуустка – Аписторхис филинеус, паразитический червь класса Трематод, разновидность печеночного сосальщика, вызывающий такое заболевание, как Аписторхоз. Кошачья двуустка встречается практически по всей Европе – в Турции, на Кавказе и в России. По самым скромным оценкам, в нашей стране кошачьей двуусткой заражено порядка полутора миллионов человек. Высокий уровень заражения кошачьей двуусткой наблюдается в таких российских реках, как Обь, Кама, Иртыш. Также эти паразиты встречаются в Волге, Доне, Днепре. Российский профессор Виноградов, открывший паразиты в 1891 году, назвал его именно сибирской двуусткой, так как максимальное распространение Аписторхоз получил в северной части Западной Сибири, чему способствовали традиции местных коренных народов, постоянно употребляющих в пищу мороженую и солёную рыбу. Заморозка тоже убивает двуустку, но для этого нужна температура минус 30 градусов по Цельсию и ниже, что возможно только зимой. У представителей народа Крайнего Севера Аписторхоз встречается в десятки раз чаще, чем в среднем по России, однако протекает значительно реже и в основном в хронической форме, благодаря врождённому иммунитету. В остальных регионах России Аписторхоз составляет примерно 75% всех глиссных инвазий у человека и домашних животных. Окончательными хозяевами кошачьей двуустки, помимо человека являются питающиеся рыбы и млекопитающие, преимущественно кошки. Однако в организме рыбоядных хищников паразиты присутствуют практически всегда, но болезнь у них протекает вяло и в основном бессимптомна. Взрослый особь двуустки имеет плоское тело, которое в длину достигает от 8 до 18 мм, а в ширину от 1 до 3,5 мм, иногда немного больше. Кошачья двуустка имеет строение, характерное другим видам сосальщиков. На переднем конце находятся присоски, они помогают паразиту удерживаться в теле хозяина. В хвостовой части находятся семенники. Черви полупрозрачны, при увеличении видны их внутренние органы и готовые к откладыванию яйца. Матка размещается в средней части тела. Она заполнена яйцами, поэтому имеет коричневый цвет. Остальная часть тела гельминта желтоватая, практически прозрачная. Двуустка относится к гермафродитам, для производства потомства достаточно одной особи. Жизненный цикл кошачьего сосальщика сложный. Сначала яйца глистов вместе с фекалиями зараженного животного должны попасть в пресную воду. Там на мелководье их заглатывают мелкие пресноводные моллюски – бетиниды. Через несколько недель личинки превращаются в циркариев, покидают тело моллюска и внедряются в организм пресноводных рыб. Чаще всего они заражают рыб семейства карповых – карп, карась, жерех, ясь, елец, платва, лещ, линь, чебак. Однако инвазии подвержены и другие виды речной рыбы. В теле рыб паразиты превращаются в бесхвостых особей – личинок пятого поколения – метроциркарий. В водоеме личинки живут всего двое суток. Если за это время они не смогут найти промежуточного хозяина, то гибнут. В организм конечного хозяина кошачья двуустка проникает при употреблении инфицированной рыбы, содержащей зрелую личинку – метроциркарию. Через 10-15 дней она становится взрослой особью. Кошачий сосальщик способен жить в организме человека более 30 лет. Попав в тонкий кишечник, метроциркарии примерно за месяц достигают половой зрелости и начинают интенсивно откладывать яйца. Именно в это время у конечного хозяина возникают признаки острого апистархоза. В организме человека кошачья двуустка паразитирует в желчном пузыре, протоках поджелудочной железы, желчных ходах, оказывая токсическое действие. Наибольший ущерб достигается во время прикрепления и передвижения паразита. Присосками эти глисты втягивают слизистую оболочку, защемляя ее, в результате чего нарушается кровообращение, а в некоторых случаях повреждаются ткани. Большое скопление гельминтов, их яиц, а также лущенной эпителиальной ткани создает препятствие для оттока желчи и секрета поджелудочной железы. Это приводит к расширению желчных ходов и развитию инфекции. Как правило, при заражении кошачьей двуусткой характерны следующие симптомы. Температура до 39 градусов в течение нескольких недель, слабость, быстрая утомляемость, заторможенность, аллергические реакции на кожу, боль в мышцах, суставах, грудной клетке, расстройство желудка, рвота, головная боль, бессонница. В тяжелых случаях к описанным выше симптомам присоединяются признаки поражения внутренних органов. Если пострадала печень, возникает желтуха, ощущаются боли в правом подреберье, увеличиваются лимфатические узлы. Когда поражению подвергаются пищеварительный тракт, у человека появляется вздутие живота, тошнота, изменение стула. В правом подреберье возникает упорная боль приступообразного характера. Тяжести проявления заболевания зависят от количества паразитов и от того, в каких органах они находятся. Основной метод обнаружения гельминта у человека – анализ кала на яйца паразитов. Недостаток этого метода один – невозможность раннего определения заражения, поскольку примерно месяц уходит на метаморфозы и миграцию червей. Степень тяжести болезни косвенно определяют по количеству личинок на грамм фекалий. Если их меньше ста, то это свидетельствует о лёгкой форме инвазии, если больше тридцати тысяч, а крайне тяжёлый, требующий принятия незамедлительных мер. Скопление паразитов в желчных протоках можно обнаружить с помощью эндоскопии и других аппаратных методов, ультразвукового исследования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Терапия апистархоза комплексная. Она включает диетические рекомендации, симптоматическое лечение и применение противогельминтных препаратов и средств для восстановления работы поражённых органов. Самый известный и проверенный препарат при апистархозе и других гельминтозах – празиквантел, он входит в число жизненно необходимых лекарств по списку Минздрава. К противогельминтозным препаратам нового поколения относятся хлаксил и альбендозол. Первый обеспечивает уничтожение трематод и других печёночных паразитов всего лишь за два дня. Второй препарат обладает более широким спектром действия, уничтожая круглых и ленточных глистов и их личинки, но курс лечения более длителен – до двух недель. Высокая эффективность этих препаратов сочетается с более неприятными побочными эффектами в сравнении с празиквантелом. Они связаны как с токсичностью самих препаратов, так и с тем, что массовая гибель червей вызывает отравление организма. Самостоятельное лечение апистархоза недопустимо, оно должно проходить только под контролем врача после постановки точного диагноза. Заразиться апистархозом очень просто – в эндемичном очаге. Так как личинки паразитов находятся непосредственно в мышцах речной рыбы, то при её разделке в случае использования ножа, тарелки, разделочной доски для других целей происходит загрязнение разделочного инвентаря и обсеменение других продуктов. Чтобы снизить вероятность инфицирования кошачьей двуусткой, необходимо подвергать любую речную рыбу тщательной термической обработке перед употреблением. После контакта с сырой рыбой следует обязательно вымыть руки и посуду. Кошек следует кормить рыбой только после длительной варки. А на сегодня это всё. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и конечно не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok